День добрый ребята. Вот покидаем полуостров. Прошли все праздники местные, отдохнули. Мы тут три дня, даже не три, а четыре. Вот. Единственное, только не купались в море. Так все нормально было. Выспаться и отоспаться успели. Как бы все нормально. Загрузки нормальные отсюда нету. Есть тут на Краснодар, так по Кавказу чуть-чуть. Ну, нас это не интересует. Нас интересуют только дальние рейсы. Дальних рейсов нету отсюда нормальных. Нет, они есть. Там Москрасно-Перекопинское холодильное оборудование. Но такая ставка, что, ой, короче, чтобы довезти, еще надо свои вложить. Это овчинка, выделки не стоит, короче, да. Поэтому принято решение переправиться пустыми в Краснодар. С Краснодара более-менее есть, смотрю, по загрузкам и в Сибирь, и на север. Вот. На Дальний Восток только нету. Вот как бы так вот. Поэтому двигаемся. Переплюнем сейчас пролив. И начнутся движения у нас в Краснодаре. Так что как бы так вот. Ребята, здесь штормит на этом берегу. Так вот. Штормит конкретно. Причем. Вот так вот. Перебрались мы в 4 утра. Продолжаем сейчас. Выйдем с Ильича и ляжем спать. Пару часиков покемарим. Это вот загрузка вот таких вот яблочек произошла у нас. Сады. Мазако. Загрузились. Таким яблоком. Настоящим. Повезем их в Сургут. Вот здесь вот козьими тропками. Козьими тропками через Денскую мы выходим на М4. Ростов-Краснодар. И пойдем потихонечку сейчас в сторону Ростова. Вот так вот. Минуя вот эти вот все станицы. Там Ленинградская. Где нас натянули хорошо. Путь она не ладно, ёки-паки. Вот здесь вот развязочка. Вот на Краснодар правее уходишь. Прямо по мосту и спустишься. И налево пойдешь на Ростов. Вот так вот потихонечку-потихонечку пошло наше очередное движение. С юга на север теперь. Вот так вот. Вот она. М4. Краснодар. Ростов. Да. Такие вот повороты, конечно. Вот там как задок режет у нас. Ай, блин. Земли мало у нас. Поэтому дороги строго на воле у тебя левая полоса свободная. А, спасибо. Спасибо, друг. Самара. Паровозик Самары. Ну, все. Будем двигаться дальше. Это у нас такая вот пробка. Оксаи. Еще до Ростова не добрались. Вот буквально. Вот-вот-вот чуть-чуть и будет Ростов. Вот она наша Указатель. Скорость нормальная. Каждый божий день. Здесь опробка, короче. Вот такая вот движуха у нас в Оксае. Пообщались немножко. Все-таки встретились мы. В тот раз созванивались. Не получилось встретиться, да. Вот так вот Тимур сейчас возит гравий. Вот еще вот мозаики. Ха-ха-ха. Вот с таким вот прицепом сейчас бегает. Ну, дай бог, чтобы радовал и бегал, да. Это мы тут-то. А это вот так позад все релки-то, да? Ну. Вот так вот все стоят тут. Пообедали ребята и поехали дальше. И мы сейчас тоже тронемся. Это вот двигаюсь все по четверке. В сторону Воронежа. Вот. И хотел бы пару слов сказать, что вот сейчас у меня по левое плечо. Тут недалеко Украина. И вот в комментарии в прошлый рейс ехал на юг и сказал, что у меня вот тут справа Украина, вот плюнуть и Украина. Как бы я не имел в виду, что я готов там плевать на Украину. Нет, ребята, не думайте. Для меня Украина это такая же родина, как и все бывшие республики Советского Союза. Поэтому если кого-то это так зацепило, да, пускай будет так, что рукой подать. Если это кому-то станет легче, да. А то, что ребят, там эти властелины, судеб, поделили нашу родину и продали ее, и до сих пор продают, вот, это не значит о том, что у меня какие-то там нити отношения к той или другой республике бывшего Советского Союза. Да, это моя родина, я еще раз повторяю. И отношения у меня ко всем одинаковы, да. Родина, она одна. Вот, и я в отличие от некоторых ее не продавал. Вот, и живу все так же сам себе на уме, как бы, да. Не отдаю предпочтения ни одной из республик бывшего Советского Союза, да. Вот, и так же чувствую себя в данный момент как без родины и без флага, да, как говорится. как бы так вот, да. Поэтому ничего личного, ребят. Еще раз говорю, да, для меня все республики бывшего Советского Союза это моя родина. Вот. Как бы оно там, это глупо может быть сейчас не звучит. Вот. Кто-то там делит что-то на что-то, да. мне оно вообще неинтересно. Как бы так вот, ребята. Поэтому смотрите, не думайте, ничего плохого я не имел ввиду. трехэтажные уже одинарные берут, я уже смотрел. Это, короче, плотину проходим. Только с запада на восток. Нет, уже денег, только не хватает содержать на этаже, а теперь уже маленько поменьше дома у них. вот, в 2000-х годах здесь плотину закрывали. Вот эти вот блюстители порядка вот так здесь наварились. Вот и базар ведется, что аж трехэтажные дома понастроили, а теперь распродают, короче, да. Кишка, видать, не осилила, да. Оттянуть это. Ну и вот сейчас обратно закрывается этот мост. И походу здесь ждут не дождутся этого момента кто-то. Вот так вот. аккуратнее. Ой, блин. Вот так вот пролетают мосты. Кто-то. Вот там вот впереди 0,5-й идет 2. Они никого не обгоняют, да. Интересно вообще наблюдать. Здесь сразу видно кто ездит на своем авто, кто на чужом. Слышали? Кошмар, блин. А тут уже ледоход идет. Трясучка конкретная. Ё-моё, ну сужение. Это еще обгонять хочет. Да, вот здесь вот пролетели. Это у них считается четырехполосная дорога. Ужас, блин. минимум, максимум, что здесь можно выжить это три полосы. Как бы так вот. Но у них свои подсчеты. Ой, платина, платина. Кому-то она золотая. Ну, они же строят и что-то елки-балки. что же надо еще? это проезжайте быстрей, чуть-чуть за пиздец. Нахуй, тебя будут уходить и помнить. Это вот наша любимая заправка. Тать нет. Волны. Пойдет. Вариант такой, видали, ребята? Опа, опа, опа. Опа, опа. Короче, шланг. О-хо-хо, смотрите. Ё-моё. 25 метров, короче. Длиннее, чем фур. Опа. Вот так, вот. Значит, пошел процесс. рублики, элитрики. Где будут? О-хо. Тут, оказывается, еще и свет есть. Вот это да. Вот так вот. бежит, 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 я, родная. но пока бежит, пройтись, посмотреть, это мы уже такие грибучие. Туда стоим. А так у нас заправочка идет. Так, рефик закроем. Полный. Холодновато, ребятки, что-то становится. Как с юга уехали, так пипец, короче. все горит, все мерцает. Да, нормально. Ого. Так что вот так вот. Шланг этот. О-хо, мое кофе. О-хо. Да, ребята, уже заправляем в другую сторону. Здесь полный-полно. О-хо-хо. Букбелник. Букбелник. Бежит. Бежит, бежит. Соточка зайдет, наверное, сюда, да. А, капец не смелый. Ну, вот, в принципе, немножко переключились, спустили накат, уже почти спустились. Здесь тоже очень много аварии было. Мост ремонтировали, ребята разгонялись, тормоза заканчивались. Здесь налево-направо уходили. Вот такие вот местечки, короче, говоря. Горки, ущелья, речка вонючка, Гюризань называется. Ну, это так, просто вонючка, она не воняет, нормальная горная речка. Она сейчас замерзшая, вот. Тут еще зима. поворот вот на Юризань. Тут две стояночки хорошие есть, большие. Как большие? Не очень, конечно. вонючка. Вот так вот. Такие вот делы. Бывший пост ГАИ. Таких много по России позакрывали. Мелких. ХАПУК. Оставили крупную ХАПУКу, короче. Башни. Раньше голлук-пойл перепродают друг друга там хавают, видать, на верхах. Стало башни, короче. Ну, обходи давай уже, если шланг есть, что-то. А, он же разрешен здесь. Сейчас уже будет запрещен. Нормально. нормально успел дружить. Ну, все, дальше продолжаем движение. Редко бывает, что днем Урал проходишь, обычно ночью. И вот такие вот красивые места. Вот там вот на макушке снега еще. Куда облака облака макушку обтягивают. Красиво, конечно. Вот тут тоже такая же дымя. А, да. Не видать уже там. мы высокие горки стороной обойдем. Вот так вот. А, ребятки, вот открылась панорама облаков, как они гору обтягивают. Макушку горы. Красивое место. Блин. Ой, жалко телефон такой вот. Прыг, скок, все. Вот здесь вот красивая панорама. дорожка, горы. То мы только проехали, получается, Сим, Ускотав, Юризай. А у нас еще впереди много городишек. До их мелких до Челябинска. В Челябинск уже спустишься, уже все. Там начнется плата. Не плата, а равнина. Вот так вот. Красота. Горы, это кайф. Плохо видать за деревьями, конечно. Вот, а вот. А вот пройдет на пушке в облаках. Так, что у нас сегодня? вот это красивое место тоже здесь, такая стояночка вся с камня сделана, типа замки. Вот, и вот он макал, основан в 1757 году. блин, ничего себе. Привет, привет, утрамы. Привет, привет, все браки. Привет, утрамы. Давай. Ну, что, вот, посидели, чайку погоняли с саней. Вот он остается, он сейчас будет разворачиваться, а мы поехали дальше. О, серьезно аппарат едет. Вот этот вот. Нормальные пацаны на нормальных машинах ездят, да? Вон, Асанкина вольва. Ну, все, братан, давай, увидимся. Снега уже здесь тоже. Ребята обсуждают, как бы, обсуждают закрытие плотины жигулевской. Вот, едешь в Тобольске почти, а базар ведется в Тольятти, жигулевской, плотина, М5. Сколько проблем будет из-за этого, да, лишние километры кому-то наезжать придется. Ой, блин. Так вот, короче. Ну, а мы двигаемся уже на север, строго на север. остается нам здесь совсем ничего. Сколько? Около 700-600 километров. Вот, и нас уже ждут, уже названивают где, что, как. Ой, блин. Хорошо, что еще хоть звонят, спрашивают, как дела? Блин, авария была мощная, все валяется. Да. Так, продолжается движуха, короче, наша. в сторону Суркута. Стояночка. Где Саня мерз зимой, в декабре. Пятачок этот. Там вот нет, нет. А это вот уже мы на перегонки с поездом идем. Вот так вот идет топливо на север вагонами, цистернами, поездами измеряется. вот так вот. Скорость у него тоже приличная, я скажу, да. Это у нас вот 60 где-то примерно. 60 мы идем, и у него 60. Это нормально. а да, да. а а она вода локомотив сам обводим его все потеряли короче это у нас примерно я сейчас скажу пятьсот шестнадцатый километр это дороги тюмит сургут это короче сейчас здесь будет последняя газпромовская заправка тюменской области и начнется ханты-мансийский автономный округ вот так как бы так Смотрите, засраться, мы не топор, сколько уже не вытаскал ни разу. Ха-ха, гумаги топор. Может, блядь, там сзади астена выпала, нахуй. Может быть, всё может быть. Смотрите самое. Вон, сколько кругляка лежит. Ого-го. А, вот он, Газпром, последний. Ху-ху-ху, ребята. Кругляком грузятся, отлично. А дизель? Как вы думаете, сколько? 40 рублей 60 копеек. Обалдеть. Вот это да. Это не шутки, да? Ой, сколько нервов надо иметь, чтобы на всё это так спокойно смотреть. А, ребятки. Надо как-то вас обходить. Да, ты не один такой, братан. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Поехали. Я, значит, еду за ними, хочу обгонять, а он же меня хочет обгонять. Нормально? Нормально. Вот теперь обгоняй. Очередь твоя пришла. И не лезь без очереди. Дорожка нормальная. Скорость 60. Как положено. Дело близится к вечеру. Аж даже шарик. Из-за облаков нет, нет. Видно. А почина уже сухая, если вы обратили внимание. Весна и суда наступает. Вот оно, как бы, усел так. О! Нас приветствует Ханты-Мансийский автономный округ, Несюганский район. Нефть, газ, расстояние от чьё-то. Ни в коем случае не народа. Вот так вот. Нефть и газ. Чьё-то. Пересекли мы границу. Здесь мы теперь в объятиях Нефти-долларов. Вот так вот. Ханты-Манты. Или Ханты-Манси. Знали бы они. Ох, да, шарик, шарик. Уже Ближется К заходу. Скоро спрячется. Время у нас почти пять Вечера. Сегодня по плану у нас быть В Сургуте. Как бы так. Ну, погодка, я скажу, Блин, вообще кайф. Кайф, кайф, кайф. Вот, ребята, Завершается наш очередной рейс. Вот. Подъезжаем мы уже к Сургуту. Благополучно прошли веса. Ограничение проезда Через мост По реке Обь 40 тонн. Вот. И поэтому С этой стороны Реки, С той стороны Перед Москвой Стоит Весы Где тебя взвешивают И Дают добро То ли тебе ехать, То ли нет. То ли Плати бабки. Вот так вот. Это Одна из Достопримечательностей Сургута Вот этот вот мост. Хотя не знаю Страна большая Умов много, да. И как еще Вот если бы они на Аляску Бы бы мост построили, да. Вот это было бы Что-то, да. А это что, как бы Ну, как бы И это хорошо, да, сделали. Платины хоть нету Этих паромов здесь Тоже паромы раньше были Не паром, а эти, блин. Баржи, ёпки-палкивай. Даже паромом Назвать трудно. На баржу грузились И на баржи переправлялись, ё-моё. Вот такой вот мост. Сургут. Опа. Река Обь. Она еще вся замерзшая. Ледоход еще не начался. Ледоход начнется Ближе к маю. Будет здесь Такой шум стоять Ото льда. Вот это вот Все колонны Которые держат мост. Об них лед так бьется, Что аж, блин, слышно Шорт знает где. Вот так вот. Пройдем мост. Выйдем на нефтьюганское шоссе В Сургут. Там до Грессовского кольца. И в районе кольца Этот Овощной рынок. Куда нам, собственно говоря, и надо. Вот так вот. Сейчас после моста Еще менты стоят Могут Приостановить Если Что-то Не хватает Якобы Проверить О, блин, вот здесь вот остров есть. Вот он, сейчас его видно, этот остров. А когда вода поднимается, идет Этого острова не видать. То, походу Высоко вода поднимается. Руки пацаны, что-то такое, а? Сколько помех в рации. Я уже и так стараюсь рацию не включать. Так редко, блин. О, это как бы так вот. Нет. Сегодня у них настроения нету останавливать. Спасибо, ребята. За гостеприимство, короче, говоря. Ну, вот как бы и все. Одна из достопримечательностей Сургута. Миновали мы ее, короче. Вот такая вот дорожка При въезде в Сургут Это все идет Ведь юганское шоссе такое Оно до города идет Потом по городу идет Короче, у нас сквозняк Через весь Сургут Вот такие переходы здесь, блин Я не знаю, для кого, конечно Вот как бы так вот Сегодня воскресенье Машин мало Извиняюсь, поэтому Так свободно едешь А то обычно в это время Сургут, нефтегаз Возвращаются с работы Автобусы колоннами Но Сегодня выходной день Походу Фортануло Ребятки, что вы не трогаетесь Уже зеленый А кто-то груженый что ли там На легковых У нас пониженный на полы Что пока перейдут Рычаг найдут Вот так вот Вот это вот уже мы Въезжаем Город Сам Везде камеры стоят Все под контролем Такие вот Красавые высотки Здесь понастроены Сейчас Уже Вот такие вот дома С разными Лампочками Шлампочками Нефтегаз Короче рулит Вот так вот Нефтегаз Рулит Но Дорога Все ребята Вот мы И доехали До Сургута Заехали на базу Для нам выгружаться Вот этот павильон Ждем Когда сейчас один Вот этот крайний Отъедет И мы туда встанем Вот Все нормально Благополучно Добрались Без особых Приключений Вот Так что Вот так вот Здесь все На мази Все горит Все мерцает Здесь Рыжок Надрывается Вот Ну что Работяга Крудяга Очередной Свой рейс Намотал На ось Так вот Братан Это тебе не Хухлы Мухлы Да А хухры Мухры А мухры Хухры Да Спасибо тебе Работяга Друзяга Ты наш Кормится Ну и все Сейчас нам Скажут Когда подъехать Мы подъедем И я вот Не пойму Конечно Их движение Здесь То ли они С павильона Торгуют С прицепа То ли они Будут Выгружать В павильон Как бы Это я еще Не разобрался Да Сейчас узнаем Потому что Летом Стоят на улице Торгуют А сейчас Как бы Холодно Они может быть С павильона Торгуют Будет день Будет пища Пока что Сейчас поставят Завтра утром Будут разбираться Че как Вот такие вот Здесь павильончики На рынке Хостоварищ Мостовары Продукты Овощи Фрукты Короче Строительные материалы Все здесь есть Да Так Это сургут Вот так вот Это вот Не пойму Что за вариант Тут вот Ожидают Загрузки Газелистые А это вот На крыше Вот такие вот Иероглифы Непонятно Почему именно на крыше Не на капоте Походу Дунет Дунет Хорошо И на связь С Внешним миром Выходит Больше я никаких Объяснений не могу Найти вот этому Варианту Варианту Блин Я что-то Первый раз Такое вижу И не просто Там что-то Четыре или Пять вариантов Разных Иероглифов Ну да ладно Да Чем бы народ Не тешился Вот Откатил Вариан Да Век живи Век учись Дураком Помрешь Вот так вот Вот ребята Еще одна Проблема Такая Техничная Сейчас Быстренько Покажу Эти Российских Складов То что Загонять Нужно Вот так вот Обратили Внимание Вот Вот так вот Колеса Обтирает Милли 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 Чтобы Диски Не по Ой блин Вот так вот Видали Вот так вот Загоняешь Это Российский Склад Вот так вот Милли 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 Ошибся Диск Диск Погнул Короче Вот это Проблема Я не знаю Для кого Вот это Сделано Вот так это вот у нас наступила настоящая зима вот уже на капоте столько снега снежинки вот тут вот летают летают вот так вот буран ребята настоящий буран начался у нас видимость 100 метров не тут-то было весной только пахло а зима не сдается еще пока этому так вот будем жить зимой обратно